Ольга Гутник, она в ромках рубрики «Никогда не поздно», она вот широкими мазками предлагает вам, телезрителям, разнообразные досуговые практики. Например, пускать пузыри. Если судьба вручает вам лимон, сделайте из него лимонад. Если ваши надежды лопаются, как мыльный пузырь, выдувайте новый. И кто знает, может быть, это будет не просто увлечение, а занятие на всю жизнь. Павел, как взрослому человеку такое вообще может прийти в голову? Благодаря ребенку. У меня сын, ему уже 10 лет, а когда я начинал заниматься мыльными пузырями, ему было, по-моему, 3 года. Все трюки, которые я делаю, он придумал не я. А любой человек может у себя дома такой изобразить? Практически любой было бы желание. Моетесь в душе, намочили руку, шампунь любимом какой-нибудь, без слез. Водички добавили. Водуваешь, достаточно, переворачивай, ладошка плоская и сдувай. Как у вас много пузырей получается? Дуете точечно, вот так, один, другой, третий. Короткий выдох, гениально, по-моему, сейчас было. А как они у вас получаются такие упругие и живучие? Физики считают, что все дело в поверхностном натяжении, на самом деле мы просто их очень хорошо кормим. По-моему, гениально. А вы опытным путем это установили? Или вам пришлось физику немножко изучить? Немножко рот занят, сейчас отвечу. Мне пришлось заново изучать школьную программу, заново идти в библиотеку, изучать физику и химию. Без этого с пузырями иначе никак. Аккуратненько к нему туда, давай его, вот, и как-нибудь, можешь его прямо отсюда, так, и сухой рукой. Растаю как дым. Всякие скажут, что на работе я вся в мыле. Канадский иллюзионист Шон Янг уже больше 20 лет выдувает мыльные пузыри. И он прекрасно знает, что никогда не поздно придумать что-то новое даже тогда, когда собаку съел в этом деле. В прошлом году он выдул пузырь, в который поместился 181 человек.